Всем привет, с вами мистер Твилл, и сегодня у нас просто срочная новость. Я только что узнал одну пасхалку, и походу она только что буквально была опубликована, по крайней мере, в русскоязычных сообществах. Дело, короче, такое. В файла GTA 5 нашли один телефонный номер уникальный, который позволяет сделать, например, наш телефон абсолютно чёрным, то есть сделать тему телефона абсолютно чёрной. Давайте заглянем сейчас, например, у Майкла, я у него уже поменял, но попробуем это сделать на телефоне для Майкла. Как вы видите, у него сейчас тема стоит абсолютно чёрная, вернее, зелёная, но тема сама, то есть тема у него стоит зелёная, а обои у него стоят, по теории, зелёные треугольники должны стоять. Включим мы обычную тему, вот такую, допустим, да, и теперь звоним по вот такому номеру. Чтобы позвонить по номеру, нужно нажать, то есть получается пробел для выбора номера. Так, 1-99-9-367-3767. Звоним, у меня это пробел. Итак, смотрим в небо. Чёрные телефоны. Как я понимаю, сейчас в небе ничего не произошло по одной причине. Потому что я уже звонил с номера телефона этого Майкла, звонил с номера Трэбора. Сейчас попробуем с номера Франклина. Но у него почему-то уже изменён номер, но, скорее всего, то, что я ожидаю увидеть, произойдёт. Итак, звоним ещё раз. Контакты. Пробел. 1-99-9-367-3767. Этот номер уже помечает всё как чёрный телефон, и поэтому я даже не знаю, что на это можно сказать. Может быть, это скрытая пасхалка, может быть, даже не все разработчики знают об этом. Но попробуем. О, видели? Произошёл взрыв в воздухе, и наш телефон стал абсолютно чёрным. Кстати, я получил выполнительную информацию. Оказывается, короче говоря, вот смотрите, мы вводим его один раз. Активируется этот как бы чит-код-то тёмный цвет, то есть и темы, и оформление телефона. А если мы введём его второй раз, то этот код как бы деактивируется. Снова вводим один. Вводим. У нас как бы деактивируется, как я понимаю. Да, у нас деактивируется, всё верно. Далее мы снова нажимаем. Снова звоним. И снова происходит взрыв в воздухе. Всё правильно. То есть, получается, активация чита, деактивация чита. И снова активация чита. Но как чит, это не читатель. Ну, наверное, это вся пасхалка, но она абсолютно новая. То есть, скорее всего, вы этого ещё не видели. Если вы это видели уже, то я, скорее всего, полный сноупок. Это был просто срочный такой репортаж, скажем так. Ну, на этом всё. Спасибо за просмотр. С вами был мистер Твилл. Если эта информация показалась вам интересной, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал. Ну и всем удачи. И всем пока.